Экономическая выгода и экологическая безопасность. Строительство атомной электростанции ускорит процесс декарбонизации экономики. Кроме того, использование мирного атома не означает отказ от альтернативных источников энергии. Представители Народного штаба за возведение АЭС от Министерства энергетики провели встречу с общественностью региона. Специалисты обсудили значимость стратегически важного проекта и отдельно затронули вопросы безопасности. Напомним, 4 сентября ведущие политические партии и неправительственные организации страны создали Народный штаб за строительство АЭС. Его задача входит сплочение людей вокруг прогрессивной идеи возведения атомной электростанции. В Актюбинском регионе образовано 14 народных штабов, куда вошли 375 членов. Кроме того, имеется областной штаб с численностью 73 человека. У нас в Казахстане основной акцент делается на угольных электростанциях, однако эти строения уже устарели. Общий износ таких станций составляет 70%. Нам нужно думать о будущем, обеспечивать энергетическую безопасность. Строительство АЭС позволит решить проблемы с нехваткой электричества. Тем самым возведение станции даст дополнительный импульс экономическому развитию. К тому же мирный атом безопасен для экологии. О безопасности для экологии говорили и эксперты. Сотрудники Института ядерной физики до Актюбин посетили Актю, Атарау и Уральск, где разъяснили основные направления реализации практики мирной атомной энергетики. Сейчас мы как бы идем к декарбонизации. К 60-му году мы должны, так сказать, прийти к полной декарбонизации, чтобы использования угля было много меньше. И как раз атомная станция это решит. Мы не против. Атомная станция означает, что надо убрать гидроэлектростанции, паровые электростанции, ветряные двигатели, солнечные батареи. Все это развивается. Атомная станция – это прорыв вперед, это энергия будущего. На протяжении 100 лет атомная энергетика будет, ну, нет, так сказать, другой альтернативы, чем атомная энергия. Потому что природные богатства могут закончиться, нужно что-то оставить и дальше природные богатства. Ну, через 100 лет будущая энергия тоже, наверное, будет термоядерная энергетика. Это как наше солнце, которое светит, греет и дает энергию. То есть атомная энергия-то как бы относится к зеленой энергетике. Следует подчеркнуть, что в нашей стране уже действовала атомная станция в Актау с 70-х по 90-е годы прошлого века. Требовалась затратная модернизация по стандартам МАГАТЭ, от которой решено было отказаться. В результате станцию закрыли. Сейчас у нас в Казахстане работают три реактора световских. Один световский реактор – это в нашем Мирсути. Два реактора работают в Курчатове, национальный ядерный центр Республики Казахстана. Наш реактор, который в Мирсути ядерный физики работает, это водо-водяной реактор. Буква К, это казахстанский. Это, можно сказать, как бы мини-атомная станция. Если мы используем его для научных целей, производства радиофармаппаратов и изотопов для промышленности, то атомная станция, это производит тепло, во-первых, электроэнергию. Мощность нашего реактора 6 мегаватт, наш реактор двухконтурный. В мире вот эти водо-водяные реакторы, с момента их, как они начали использоваться, не было никаких аварий на таких реакторов такого типа. Фукусима и Чернобыль, это одноконтурные реакторы. Мы, которые думаем строить, предполагаем, это все водо-водяные, двухконтурные реакторы. Как подчеркивают специалисты, в основном в ходе подобных встреч граждан волнуют вопрос использования водных ресурсов при работе станции, подготовка кадров и кто будет строить атомный объект. Николай Сырбов, Бахожан Едыгеев, Телеканал Актюбе.